Яночка, ну и опять поподробнее, откуда эта традиция в вашей семье? Кто инициатор был вот этих домашних спектаклей, которые были так популярны когда-то в России в XIX веке? Ну, я так предполагаю, что это, скорее всего, где-то на генном уровне идет. Потому что, когда я вышла замуж и родилась только одна Машенька, я уже с ней одной стала ходить к соседям и петь калятки с ней одной, просто ходить к калятке. Когда они подросли, я понимаю, что с ними уже можно что-то сделать. Мы стали инсценировать просто стихотворение одно. Потом еще стали рождаться детки, подрастать, и я уже поняла, что можем раскрыться. И стала их привлекать. Они очень идейные все. Они помогают костюмы делать, они помогают делать декорации. Они придумывают какую-то, может быть, даже не роль, а что-то изменить можно в пьесе. Мам, давай там пойдем снимем, на улице этот сюжет снимем. То есть они очень большие помощники стали. Ну, то есть вот это все, что мы видим в фильме, это что, это у вас прямо дома, да, и там и поленница дров, и что там? Да, нет, вот это все у нас весь Сергий в пасах. Мы попросили всех знакомых, обзвонили, говорю, разрешите нам поснимать у вас, когда нет, что у нас козочки готовятся принять роды. Говорю, ну, нам одну козочку надо. Да, и они соглашаются на эту жертву, пускают он в сарай, козочек покормить. Там же у них и поленница была, у других людей попросили снять возле бани деревянной, у Сергея, спасибо ему большое. А остальное дома. Конечно, самое тяжелое было нашему папе, моему мужу, потому что я говорю, Леша, разреши, мы сценочку снимем, но я и пару семей. Да, пожалуйста, Ян, не против, только уберите все. Он приходит домой, там 20 человек собралось, говорит, Яна, это откуда? И говорю, Леша, ну, понимаешь, ну, оно как-то само получилось. И другие, одни захотели поучаствовать, другие, получилось много детей. Ну, он, конечно, может, он ее выдержал в нашей сценке. Мы в сценке играли, у нас стихов практически не было. Мы в основном пели калятки, был тропарь калятки. А вот чтобы стихи учить, такого как бы не было. В основном роль нужно было выучить хорошо. Ну, сейчас что-то можете исполнить там? Не обязательно стихи. Что-нибудь. Добрый вечер тоби, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земли, Сын Божий, народися. А на цьому слові, бувайте здорові, радуйся. Ой, радуйся, земли, Сын Божий, народися. А за цю калятку дайте жалко латку радуйся. Ой, радуйся, земли, Сын Божий, народися. У нас несколько сменилась аудитория в нашей студии телевизионной, но тема все та же. Сегодня мы встречаемся с создателями фильма. Яночка, еще раз нам, пожалуйста, представь. Теперь уже гостей вот в этом составе в нашей студии. Священник храма Сретения Господня города Дмитров Василий Келиш, его матушка Ольга Келиш, флорист храма Галина Чесанова и детский художник, оформитель наш Елена Семенова. Здравствуйте, гости, здравствуйте. Нам тоже очень приятно видеть вас здесь у нас в студии в формате программ «Диалоги». Мы сегодня проводим эту встречу. Мы уже поговорили с ребятишками, с Яной о том. Ну, собственно говоря, мы говорили непосредственно о вот этой сказке про Прокопию, Устюжского. Мы еще не успели поговорить про сами калятки, что тоже очень интересная тема, по-моему, такая заслуживает отдельного разговора. То вы мне скажите, пожалуйста, вот на каком языке поется вот эта вот калятка, о которой мы сейчас говорим? Ну, это язык украинский. 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 Очень певучий. Человек приходит и к этой калятке следует некое такое, так скажем, начало, да? Человек возглашает «Дозвольте, паны, закалядуваты». Ну, моя матушка, она самоноситель украинского языка. Обычно это она творит в этом фильме. И хозяева разрешают, дают добро. И калядующие исполняют вот такую песнь прославления рожденного Христа. Кто такие люди, как впервые миру возгласили весть о том, что Христос родился? Это были ангелы. И вот те, кто калядует, они как бы являют вот образ этого ангела, который идут из дома в дом, раскрывая, что отныне милость Божия посетила наш с вами мир. И в этот мир вошла любовь в образе нашего Бога, маленького младенчика Иисуса Христа. С какого времени ведется вот эта традиция калядок? Ну, я думаю, что, наверное, в древней церкви, как такового, таких калядок не было. Это уже позднее, позднее такое народное творчество. Но я думаю, что до революции точно калядовали. И в наше время на Украине, я вот тоже с юга, Молдавии, Украины, множество калядок. Мы только одну вот спели, да. Их огромное, огромное количество. Очень красивые традиции, то есть заслушаешься. У всех православных народов есть вот эта традиция исполнения калядок. Разные языки есть, есть русский. Вот я сам, так скажем, носитель турецкого языка, тюркская группа. Вот у нас множество гагаузских таких калядок, турецких. Есть и, ну, мы знаем, самая такая, да, Леонтовича, этот, щедрик, 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 щедривочка. Да, щедривка. Она перейдена на множество языков и английский, да, так что... А как это, что в турецком языке есть калядки? Нет, нет, щедривки в турецком нет, но там другие, например, там, Ну, такие тоже свои мотивы интересные. Ну, может, как-то будем, еще как-то встретимся, и мы так пошире раскроем. Знаете, вот я сейчас что вспомнила в свое время, читала мемуары Людмилы Гурченко, и ее папа учился в свое время, ну, где-то, не знаю, там, в 20-х годах прошлого, уже теперь получается, века. Ну, его, как представитель талантливой молодежи, послали на курсы. Тогда это были очень популярные рапфаки какие-то всяческие. Вот он был, не знаю, год или два, может быть, проучился в музыкальном училище. И когда уже его дочка стала известной артисткой, они по радио слушали, ну, не знаю там что, и вдруг звучит песня какая-то, на что Марк Гаврилович говорит, «О, так это же калятки наши». Людмила Марковна возмутилась, говорит, «Пап, ты что, ты путаешь? Это песня из американского какого-то на тот момент новомодного фильма. Это не может быть, потому что это вообще, это американцы, у них там совсем все другое». И она пишет, что прошло время какое-то, и вдруг она узнает, что да, действительно, американцы взяли прекрасную калятку нашу и ее себе как-то там это, сделали аранжировку, поставили там для певца со своим текстом на английском языке, и получилась вот такая замечательная песня, которая звучит в американском кино. Но вообще-то это калятка наша православная, то есть вот так. Так вот культура ходит кругом по всему миру. А вот мелодия в мире животных, вы знаете, что это тоже была калятка? Ну, так скажите, ну, подробнее. Я ее, кстати, с детства всегда играла, и очень мне нравилась эта мелодия. Оказалось, что это была калятка. То есть... Самый красивый, да? Да, вот эта мелодия, оказалось, что это калятка, оказывается, была. Ну, ведь у каляток есть и авторы, да, музыканты, а есть как-то, как и народные? Есть просто народные, народные творчества. Вот такой мотив, и, например, вот в Закарпатии они поют всю литургию. Только народ поет, там как такового хора нет в храме. Они поют и к тени, и вот, и то же самое народное творчество. Я помню, когда я в Одессе учился, в Одесской духовной семинарии, так там калятки начинались петься. В общем, с праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, и после вечерних молитв, весь храм вот мы пели калятки. Я украинского языка как такового никогда не учил, но вот ощущая вот эту радость, да, и, в первую очередь, вот я, так скажем, вдыхал эти калятки и учил язык вот так через каляточки. Но это традиция только в православном управлении, у католиков нет каляток? У католиков есть. Есть тоже калятки. Во всем христианском мире есть песни, да, прославляющие Христа, да. Но только там немножко, немножко другое. Ну, например, протестантские какие-то такие, там только Христос, да, вот, ну, своя это такая специфика, так скажем, ангелов меньше, вот, еще там про Бога, Отца, как бы, Троицы, нет такого прославления. Затем, как бы, православие — это ответ не просто, что пришел Христос, а мы все-таки раскрываем, что, например, в некоторых калятках нет той славы, что Христос пришел и нас, как бы, раскрыл всю вот эту любовь, да. А есть калятки, например, «Спи, Иисусе, спи», где мамочка, она, как бы, колышет вот этого младенчика, и, как бы, глядя вот на младенца, она говорит, ты спи пока, Иисусик, не думай о том, что тебе крест готовят люди, да, что ты станешь вот этим, так скажем, ангцем, да, который возьмет на себя грехи всего мира. Вот в протестантском мире все-таки вот этого мало, да, там просто слава, ура, там слава Вишнюю Богу, слава, аллилуйя, Христос пришел, да, это их видение, да, спасение, сатириологии. А все-таки вот глубинное православное видение, да, мистическое видение о том, что Христос — это любовь, которая, как апостол Павел пишет, Христос не просто пришел, а зрак раба принял. Принял наше с вами греховное состояние, не славно, он не пришел, как некий такой царь, да, там супер-бог какой-то. Нет, пришел в нашем греховном состоянии, взял тело младенчика, и с самого рождения он уже подвергается преследованию, гонению, да, и вся жизнь Христа — это вот такое крестоношение, как святые отцы говорят, что в раю нераспятых нет. Вот тоже, опять же, да, пометывая вот о других традициях, не может сказать, а тоже христиане, когда я первый раз попала на, была присутствована на службе в храме католическом, меня удивило то, что во время службы в храм вносят животных, ягненочка несут дети маленькие на руках в виде пастушков, за ними следом идут большая какая-то, баран, по-моему, рождественский, расписной, украшенный лентами, и прямо в храм входят и проходят к алтарю. Я так вообще никогда у нас не видела, в нашей культуре ничего подобного. Да, а у них это вот, да, традиция, то есть что выходит? Есть, ну, у них как бы более, так скажем, более так простое видение всего-то, у них нет такой глубокой литургической идеи, да, ну, например, в католический мир они могут причащаться несколько раз в день, да, литургия у них длится 45 минут, месса, вот, в то время как православная, да, ортодоксальная божественная литургия, она совершается только раз в день, однажды, да, и причем только до 12 часов. Ее может совершать только один священник и только на одном престоле. В католическом мире не так. В протестантстве вообще они причащаются, а в католическом мире там священник, ну, как бы, он может, пастор, он может служить несколько литургий, ну, такие. То есть и вы через фильм, да, в частности, вот то, о чем мы говорим, несете вот эту, да, мысль, идею для того, чтобы как можно больше людей увидели это. Это так получается. Да, что Новый год – это не просто праздник, который отдаленно, да, подводит нас к Христу. Новый год – это тоже встреча, да, встреча человека, потому что каждый человек – это образ Христа. И вот этот Прокопий, он как раз не просто приходит людям, да, чтобы все его славили, он совершает дело Христово, совершает добрые поступки. Господь говорит, по любви вашей узнает, что вы христиане. Вот поэтому Новый год, он готовит нас, да, а самый главный праздник – это все-таки Рождество Христово. И, может быть, наши гости замечательные нам тоже что-то расскажут? Да, значит, ну, наверное, нужно начать с того, что предложение, поступившее от нашего замечательного идейного вдохновителя и руководителя, оно было… Мы про Яну говорим, да, сейчас? Да, конечно, про Яну у нас. Вот, оно было очень, с одной стороны, неожиданным, с другой стороны, очень приятным. И чем больше мы погружались в этот творческий процесс, тем больше мы загорались, у нас появлялись буквально на ходу, буквально экспромтом, какие-то идеи. Мы могли поздно вечером договориться о какой-то ранней съемке. Это говорило о том, что нужно разбудить себя, разбудить ребенка, вывести его в мороз к источнику. Это я сейчас о Максиме, да. То есть для Максима радость, ура, я не иду в школу. Но, ура, но это в 8 утра или в 9, это съемка, это холод, это мы, значит, несколько дублей, ну, там, множество, да, и одно и то же. Но сама вот эта вот идея проекта, который собрал в себе и видеосъемки, то есть сценарные работы режиссеров, и собрал калятки, то есть музыкантов, собрал художников. Мне кажется, это настолько здорово и творчески, что такая сильная команда, она не только может, она должна, и я уверена в том, что она сделает продолжение. То есть этот проект, он не одноразовый продукт, он продукт такой на, ну, я думаю, что даже на весь период взросления наших детей. Да, почему? Потому что, конечно, это все делается для них, в первую очередь, не только лично для наших детей, но и для тех детей, которые увидят это, или для тех родителей, у которых есть дети, для того, чтобы они где-то, может быть, научились чему-то, то, что мы хотим до них донести. Где-то они внесли свои идеи, то есть проект открыт, проект открыт для новых предложений, для новых людей, для их вклада, так скажем, любого. Любой человек может принять участие? Да, любой человек может, да, связаться с нами, найти контакты, мы всегда открыты к общению и, скажем так, развивать, расширять и рождать все более и более новые, ну, опять же, повторюсь, идеи. Ну, а кроме того, что вы мама Максима, какое еще было ваше участие в этом проекте? Ну, да, если обратиться к тому, что я вечно рисующий человек, под названием художник, есть такое определение, то на данный момент мне, так скажем, досталось обеспечить этот проект декорациями, гримом юных актеров, подбором костюма, вот. Вот, и все, что связано было с какими-то небольшими советами, как кого куда поставить, чисто с художественной точки зрения, как вот я вижу, да, ой, извините, вы оба в светлом, значит, вы слились в одно пятно, значит, вы должны сейчас разойтись. То есть вы еще и художник-постановщик, так получилось. Ну, новые профессии, да, они приобретались в процессе, да, на ходу. Вот. В дальнейшем, конечно, очень хотелось бы организовать детей, сейчас у нас получилось только расписывать пряники рождественские. ПЕСНЯ Ну, что ты собрался на праздник? Я сделала два пряника, около домика лежит снег, а человечек живет в нем. Этот человечек поголубается. Этот человечек лучший идет на прогулку. Ну что, вы уже приготовили свои подарки? Да! Наденька, у тебя что нарисовано? Вертеп. А что такое вертеп? Это пещера, в которой родился Христос. Машенька, ты что нарисовала? Вертеп и Вифлеемскую звезду, которая указывала путь волхвам. Я нарисовал вертеп, где родился Иисус Христос. Это Вифлеемская звезда, которая вела волхвов к нему. А это новогодняя елочка. Но если мы говорим о традициях, о их, таком, скажем, возрождении, о традициях, которые мы хотим сохранить в наших детях, то здесь мы, конечно, обратимся обязательно к народным промыслам. Уже то, что мы живем в Сергиевом посаде, который богат традициями, промыслами, ремеслами. Мы, конечно, обратимся. Мы с нашими детьми обязательно будем проводить мастер-классы, которые также будут открыты для любых желающих. Мы будем создавать с ними творческие работы, которые мы постепенно, я так очень надеюсь, они перерастут в выставку. Хорошо. А в качестве съемок, может быть, какого-то продукта телевизионного вы планируете это делать? Да, конечно. Я вот про что и говорю, что если в этом фильме у нас как художественный, скажем, вид деятельности роспись пряников, то в следующих проектах телевизионных, конечно, будут отражаться, ну, скажем, те виды работ, которые мы будем делать с детьми, которые будут ориентированы на тему фильма. Ну, если это пасхальный сюжет, то это, конечно, пасхальные яйца. То есть следующий сюжет, я так понимаю, будет к Пасхе, правильно? Не только сюжет, но уже как бы скрывается. Годовый продукт. Ну, смотрите, да, тут, скорее всего... Нет, ну вы размахнулись там конкретно. Ну, просто берете один сюжет, делаете как бы там такой более такой локальный, компактный. Ну, смотрите, у нас на самом деле очень большой запал, и мы очень хотим этот запал не потерять. Но я надеюсь, что горящие глаза наших детей, когда они вовлечены в процесс, их радостные улыбки, они перекрывают все наши трудности, которые любят очень на себя навешивать ярлыки взрослые. И поэтому будет следующий фильм, будет третий фильм, будет четвертый и так далее. Дело в том, что детишки-то еще и в школе учатся, когда-то они все успевают. Ну, вы уже пообщались с нашими детьми. Наши дети успевают не только учиться в школе, играть на музыкальных инструментах, заниматься спортом, но, как выяснилось сейчас, они еще очень успевают и очень хотят сниматься в фильмах. То есть есть у них мотивация? Ну, это как родители их, скажем так, организуют в первую очередь и мотивируют во вторую. То есть все идет из семьи? Все идет от семьи, все идет от теплого отношения и любви. Здесь не обязательно давать какой-то очень большой пендель, пинок. Здесь достаточно просто погладить, сказать ласково. Сегодня мы идем туда, а завтра мы делаем то-то. Ну, а на тренировке они бегают сами. И в школу тоже. Вот здесь у нас есть некоторые моменты. Может быть, да, вы нам что-то скажете, несколько слов. Галина – она замечательный флорист храма. Мы с ней знакомы с юности. Мы ее пригласили осветить этот проект, чтобы она показала, как можно украшать не только в храме, а в доме, возле дома, кто в частном секторе живет, праздник созданием вертепа. Это тоже очень интересная тема. Ну, вертеп делать не так тяжело. Скорее всего, это по времени очень затратно, потому что вот фильмы вы увидели кусочек, совсем маленький, там буквально, наверное, минутку, да? А делали мы его пять часов, потому что нужно создать сначала конструкцию, так как вертеп был не маленький какой-то настольный, а напольный, где вы, наверное, фигурки ставили. Я даже не видела, я на фигурки большие, чтобы вместились и для сценки, чтобы это было на заднем фоне, чтобы был вертеп на первом плане, да, наверное, так сказать. И создавали мы его вместе с Яной, она у меня была в помощниках в этот раз. Сложности были, что съемка идет, и в этот момент находится, сколько, семь детей у нас находится, их надо было попросить тихонечко помолчать. Помолчать, потому что идет съемка, да, то есть я должна и делать что-то прикручивать, допустим, ель голубая, она тяжелая, нужно было еще затягивать ее силой, и еще нужно что-то было в кадр говорить, и для меня это в первый раз, и я там все время спотыкалась, и мы перезаписывали по многу раз. Но это такой интересный опыт для меня, возможно, в дальнейшем мне пригодится, так как я продолжаю обучение флористике далее, и надеюсь, что буду потихонечку подниматься в этой сфере, и, возможно, в следующих фильмах мы что-нибудь будем там уже более глобальное украшать, оформлять, да, не только уже вертеп, но и... Но идея даже не украшать, а научить детей зарядить их идеи гореть этими традициями. Этими традициями, главное, да, соблюдение традиций, потому что вообще идея была именно про традиции, ведь мы идем что-то делать, вот эту вот сценку сделали, расписывали пряники, вертеп, все это показывают для детей, но не просто, чтобы их развлечь, а объяснить, что так было издревле, вот эта вот традиция была подготовка к Рождеству, к любому празднику идет подготовка, чтобы они это не забывали, потому что традиция — это что? Это же такая ниточка, которая нас связывает с нашими поколениями туда и обратно. И традиция — это же еще история. Наши дети, они должны знать историю, они должны это ценить, уважать, потому что, наверное, народ, который не знает свою историю, не уважает свои традиции, его довольно легко сломить будет, причем, тем более, что сейчас происходит в мире, да, у нас вот это вот идет какая-то... Ну, говорят ведь, да, кто не помнит своего прошлого, тот не имеет будущего. Да, да, вот к этому мы и идем, что наши дети должны знать, должны видеть, должны делать, уважать, ценить. Не то, что даже должны, мы должны их загореть. Мы должны их, да, увлечь, увлечь этим, да, передать им то, что знаем мы, чтобы они это тоже знали и уже передали своему поколению, своим детям, своим внукам, а они уже своим. Держались за файл. Хорошо, теперь вот такой момент, мы говорим про телевизионную студию «Ладушки», правильно? Да. Вот несколько слов об этом проекте. То есть, если это, да, телестудия, действительно, кто там, чем занимается, кто вас спонсирует, либо на каких условиях, это же очень все непросто. Да, ну, смотрите, Еленушка, прочитав книгу Ивана Васильевича Шмелева «Летого Господня», я увидела, что вообще проекта такого нигде нету, видеоматериала, чтобы охватил весь круг лета Господня по праздникам церковным и по традициям. Я задала вопрос, а как можно это продвинуть, говорит, Яночка, это что, говорит, ну, это нужно, человек заинтересованный должен быть в этом. Я поняла, что мы никуда не можем постучаться, чтобы кого-то заинтересовать, давайте сами начнём с Рождества, потому что потом можно на эту нить нацепить уже другие праздники. Мы сняли, но как будто бы для семьи в итоге получилось, для всех, и мы понимаем, что этот, не проект, даже идея эта огромная, она может дальше жить, только немножко надо времени нам, да, и людей, которые бы тоже горели этими традициями, этими праздниками, сохранением для поколения наших сюжетов, не сюжетов даже, вот этого видеоматериала, чтобы он не остался, не исчез где-то. Они могут не читать книжки, но кино они посмотрят, они все окунутся в него. Детей много хочет участвовать, осталось нам немножечко расшириться. Чтобы всё это, естественно, жило, нужно всё равно спонсирование, потому что на данный момент это всё держится чисто вот на… Энтузиазме. На энтузиазме, да, что-то там Яна купила, что-то я сделал, что-то кто-то другой принёс, ну, чтобы расширяться, чтобы могли вмещать других детей, потому что это как? Это всё у Яны в доме делалось, либо на улице, там в лавре снимались колядки, но, конечно, нам бы помещение, где мы могли бы готовить к каждому празднику какой-то вот проект с детьми, с другими, чтобы к нам могли приводить детей, чтобы мы могли с ними заниматься, заинтересовывать их. Это те же самые костюмы создать, нужно материал купить, краски купить, ну, элементарно, да. На это, к сожалению, нужно спонсирование. Ну, есть же у нас, да, тоже, уже не первый год в нашем регионе проект «Рождественские чтения». У нас есть несколько проектов, которые мы развиваем вместе с Православной Церковью и поддерживает нас в этом и наше Министерство образования в развитии этих проектов. Ну, конечно, это один из тоже основных проектов. Такой проект, как «Рождественские чтения», они связаны в основном с учебными предметами. Это знание истории в таких предметах, как литература, знание истории, истории родного края. Конечно, это духовное краеведение, предмет, который у нас преподается в школах. Там немного другая направленность. Это изучение своего родного края, взаимодействие Православной Церкви и детей, как они это видят в предметных областях. Никаким образом вы как-то не содействуете? Мы настолько молодые, что мы только будем все узнать. Это же был вообще семейный проект. Мы даже не думали, что он выйдет на такой уровень. А оказывается, очень многим семьями интересно сохранить для своих детей, увидеть своих детей в фильме. И мне звонят мамочкой, говорят, Ян, спасибо тебе, наши дети поют калятки. Они, говорит, зарядились, они весь декабрь поют, ходят и поют. А как здорово, когда дети поют. А, например, вы не думали где-то выступать, может быть, в каких-то детских домах, может быть, в приютах с вашей доставкой? Была задумка создать батлейку. Это белорусский театр кукольный. На самом деле, с ним немножечко проще выступать, чем с большой сценкой для детей. Он небольшого размера делается, да, и с ним можно поехать, эта коробка театральная. Но дети также поют, озвучивают фигурки и выступают. Это все осталось в проекте на будущий год. На случай. Хорошо. Если вдруг, да не если вдруг, а наверняка, нашу передачу, нашу встречу с вами увидят телезрители, которые тоже, может быть, заинтересуются, которые готовы помочь, которые тоже, может быть, есть какие-то свои мысли, идеи в связи с тем, о чем мы сегодня с вами говорим, куда им обращаться? Все ваши пожелания, предложения вы можете написать мне на телефон в WhatsApp. 8-985-780-4262. Яна. Либо же можно обратиться в Instagram Галины Часанова. Мы работаем все вместе, всей командой. Спасибо еще раз вам за то, что вы нашли возможность прийти к нам, в нашу телевизионную студию. Благодарю за те мысли добрые очень. Надеюсь, нашим телезрителям тоже все это близко, дорого и понравится. Ну и всего вам светлого и доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok